Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Последнее время стали весьма популярны микроскопы, укомплектованные USB-камерами, которые позволяют выводить изображение на монитор персонального компьютера. Как правило за оптическим прибором проводится много времени, от наблюдений устает шея, чувствуется нагрузка на глаза. Камера в комплекте это большой плюс, она решает все вышеперечисленные проблемы. Сегодня у нас на обзоре самый бюджетный в своем классе микроскоп Sigeta Price 2 с цифровой камерой. Давайте посмотрим на прибор поближе. Поставляется микроскоп в красочной картонной упаковке внутри жесткого пластикового кейса. Кейс не только сохранит микроскоп во время транспортировки, но и поможет не растерять большое количество аксессуаров, идущих в комплекте с оптическим прибором. Микроскоп комплектуется окулярами 10 и 16 крат, линзой Барлоу с увеличением в полтора крата, микротомом, четырьмя инкубаториями с микроорганизмами, цифровой камерой с диском программного обеспечения, набором с чистыми стеклами и стеклами с готовыми анатомическими срезами, блоком питания, ручкой-фонариком, пылезащитным чехлом, пинцетом, батарейками и инструкцией. Оптический прибор выполнен в металлическом корпусе. Вес устройства полтора килограмма. Оборудован монокулярной насадкой с возможностью поворота на 360 градусов. Угол наклона окулярной трубки 40 градусов. Посадочный диаметр для окуляров 23,2 мм. Комплектные окуляры имеют меньший посадочный диаметр и работать без предварительной установки линзы Барлоу не будут. Окуляры выполнены в пластиковом корпусе, посадочная юбка металлическая. Оптическая схема Гюйгенса, линзы не имеют просветляющих покрытий. Тем не менее, на всем диапазоне кратности окуляры продемонстрировали весьма приемлемое качество изображения. Вместо окуляра можно установить цифровую камеру в 0,3 Мп. Оптический блок камеры не имеет просветляющих покрытий. Увеличение порядка 25 крат. Камера выдает максимальное разрешение в 800 на 600 пикселей. Можно сделать фото или записать видео. Микроскоп оборудован трехпозиционной револьверной головкой. Смена кратности осуществляется поворотом револьвера в любую сторону до характерного щелчка. В револьвер установлены три объектива с увеличением 4, 10 и 40 крат. Посадочный диаметр 15 мм, а это меньше общепринятого стандарта в 20 мм. Увы, но расширить возможности микроскопа, доукомплектовав его дополнительной линейкой оптики невозможно. Объективы выполнены в металлических корпусах, не имеют коррекции аберраций. На линзы объективов 4 и 10 крат нанесены просветляющие покрытия фиолетового оттенка. Объектив в 40 крат не имеет просветлений, но оборудован защитным механизмом от раздавливания микропрепарата и фронтальной линзы. Разобравшись с оптикой микроскопа, давайте посмотрим на его механику. Фокусировка в оптическом приборе проводится сменой положения предметного стола в вертикальной плоскости. Коаксиальный механизм фокусировки выполнен из металла, что несомненно радует. У микроскопа только один механизм грубой фокусировки. Микровинта нет, а значит при наведении резкости на увеличение более 800 крат у Вас могут возникнуть сложности. Ход колеса фокусировки плавный, диапазон перемещения столика 20 мм. В верхней точке движение столика ограничено стопорным бинтом. Предметный столик имеет прямоугольную форму, оборудован двумя подгруженными прижимными лапками для фиксации микропрепарата. Под столиком спряталось пластиковое колесо с шестью диафрагмами. Светофильтров нет. Вращая колесо Вы можете регулировать количество света попадаемого в объектив. У оптического прибора реализовано два источника света, верхний и нижний. Верхний модуль подсветки выглядит очень забавно и представляет собой LED ручку фонарик, которая устанавливается в специальное отверстие на станине микроскопа. Нижний источник света классический, тоже LED. Оборудован коллекторной линзой с матовым светофильтром. Имеет регулировку яркости в широком диапазоне. Питается микроскоп от сети 220В через 5В адаптер. Длина кабеля 180 см. С правой стороны основания располагается кнопка включения питания, с левой стороны маховик регулировки яркости. Повернув прибор, с тыльной стороны мы видим разъем для подключения сетевого адаптера. Для оценки качества изображения мы использовали стандартный набор микропрепаратов и цифровую камеру в 3,1 Мп. Для своего класса оптики микроскоп продемонстрировал достойное качество картинки. На изображении присутствуют аберрации, вносимые и окулярами и объективами, но в допустимых пределах. На увеличении от 40 до 600 крат к изображению серьезных претензий нет. На большей кратности наблюдается значительная потеря яркости. Тем не менее наблюдать клеточные структуры, жидкости, насекомых и прочие образцы возможно. В целом оптический прибор понравился. Хорошая сборка, продуманная конструкция, богатая комплектация, камера и кейс. Окуляры и объективы среднего качества. Самая приятная цена среди моделей, у которых есть USB камера. Из значимых недостатков, пожалуй, только один – нет тонкой фокусировки. Но при должной сноровке поймать резкость вполне возможно. Тренируйтесь, как можно чаще пользуйтесь микроскопом и все у Вас получится. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.